еще раз привет слушайте я опять не дал вам заданием значит по истории глава 3 разделы 4 5 и 6 то есть до конца параграфа 4 5 6 и чтоб служба медом не казалось вопросы задания на 32 странице 3 и 8 вопросы письменно значит вот 3 и 8 на 32 странице вы их мне письменно пишите и файлами отправляете через ватсап но имейте ввиду два одинаково написанных файла ответа обоим по двойке вы не можете ну да до среды вот вы вы не можете мыслить одинаково и писать одними и теми же словами и не надо переписывать дословно из учебника вы пишите своими словами как вы это понимаете значит 32 страница вопрос 3 и 8 письменно каждый пишет сам не списывая у других иначе двойку получит и тот кто дал списать и тот кто списал уси кейшим понимаешь и по экономике ну обществознанию значит второй раздел экономическая деятельность и ее измерители и точно так же письменно вы отвечаете на странице just a moment на странице 24 вопрос 2 и 6 страница 24 вопрос 2 и 6 письменно отдельными файлами вы мне присылаете но в смысле можете одним файлом но каждый каждый сам отвечает и сам присылает не вас восторжило ваше ваших тестах умение делать ошибки в одних и тех же тестах на одних и тех же местах на одних и тех же вопросах поэтому здесь я сразу предупреждаю одинаковыми словами два человека написать не могут каждый мыслить по словам и не надо переписывать дословно с учебника своими словами и так значит по истории 32 страница 3 и 8 а по обществознанию 24 страница 2 и 6 вопросы это понятно понятно давайте поговорим о экономической деятельности и ее измерителях секунду я сейчас не буду включать слайд шоу потому что в прошлый раз вы помните я потом не смог вернуть свою физиономию на экран поэтому пока вот просто отдельными слайдами и так что такое экономика это совокупность методов создания условий для выживания и прогресса человечества то есть экономика призвана создать условия для выживания вида хомо сапиенс и вся экономическая деятельность получается представляет собой все виды хозяйствования для удовлетворения потребностей людей и обеспечение материальных условий жизни вот вот то есть она удовлетворяя для удовлетворения потребностей и она необходима для того чтобы превращать ресурсы в нужные экономические блага товары и услуги удовлетворяющие ту или иную потребность человека и имеющиеся в распоряжении общества в ограниченных количествах вот ниже как раз схема как происходит превращение ресурсов в нужные экономические блага сначала производство потом распределение потом обмен и уже потребление вот это вот схемы схематический процесс преобразования ресурсов в нужные экономические блага вот значит для измерения экономической деятельности используются различные экономические величины и показатели давайте посмотрим вот эти экономические величины которыми измеряется экономическая деятельность делятся на абсолютные и относительные абсолютные величины это величины выражающие размеры и явлений в единицах мер веса объема протяженности площади стоимости и так далее пример добыча угля в тоннах нефть в баррелях это баррель где-то 159 литров нефти газ в кубометрах ну допустим электроэнергия в киловаттах то есть это абсолютные величины зафиксированные в единицах измерений а вот относительные величины это величины выражающие количественное соотношение между социально-экономическими явлениями и признаками чаще всего относительные величины являются отношениями двух абсолютных величин сколько единиц одной величины приходится на десять тысяч десять тысяч единиц другой ее называют базисной величины то есть мы берем одну величину за базисную а вторую которая входит в количественное соотношение берем ее как такую часть вот на сто на тысячу на десять десять тысяч единиц вот причем очень распространенные там допустим этот процентное соотношение мы берем базисную за сто процентов а то что у нас получилось вот в каком процентном соотношении с базисной вот сейчас например наше государство сообщило что предполагается падение как вот доходов государства на десять процентов то есть базисная сто процентов то что было до кризиса до коронавируса а девяносто ну там десять с мелочью а девяносто процентов это то что мы получим в этом году из-за коронавируса вируса значит вот в зависимости от содержание можно выделять следующие виды относительных величин то есть относительная величина динамики относительная величина структуры относительная величина сравнения интенсивность, координат и так далее. Ну и как пример, относительная величина динамики, это отношение значения показателя в данное время к уровню его за предыдущее время. Вот, кстати говоря, то же самое, что я говорил. Предыдущее время до этого самого, до кризиса, а значение показателя в данное время на 10% меньше, это вот то же самое еще и относительная величина динамики. Давайте посмотрим дальше. Еще другими, так сказать, широко используемыми показателями экономической деятельности являются ВВП, ВНП и так далее. ВНП показатель валового национального продукта. Валовой национальный продукт. ВНП определяется как стоимость всех конечных продуктов, созданных производителем данной страны в течение года, как внутри страны, так и за рубежом. ВНП считается измерителем экономики в целом, то есть включает стоимость всех произведенных в течение года товаров и услуг. то есть здесь ВНП, валовый национальный продукт, входит и то, что наши граждане производят внутри страны, и то, что наши граждане производят за рубежом. Ну, вы знаете, да, что, допустим, США последние десятилетия очень много вывела за рубеж свои производства. Дешевая рабочая сила, близость этих самых источников сырья, то есть там дешевле получается. Вот все равно показатели валового национального продукта входит то, что они производят у себя в Америке и то, что они производят допустим в Китае. То есть опять же то, что наши граждане кыргызстанские производят на территории Кыргызстана плюс то, что они производят на территории других стран. Это валовый национальный продукт. ВНП является основой ВВП, ЧНП, валового внутреннего продукта, чистого национального продукта и национального дохода. Ну и как пример национальный доход это общий доход приносимый всеми факторами производства. То есть масштаба всей страны. Вот валовый внутренний продукт он определяется как стоимость всех конечных продуктов произведенных в течение года на территории страны. если ВНП внутри страны и за рубежом, то валовый внутренний продукт только то, что произведено на территории страны. А если разделить ВВП на количество граждан, то получим ВВП на душу населения. Это вот валовый внутренний или Владимир Владимирович Путин. Их все время путают. Вот значит ВНП все что произведено в стране и за рубежом, а ВВП то что произведено только на территории страны. И ВВП делится на реальный и номинальный ВВП. Причем если реальный допустим ВВП выражен вот в неизменных ценах производимого продукта. То есть мы берем цену за этот год средний и измеряем реальный ВВП. но ведь цены в течение года все время меняются то выше то ниже и вот тут номинальный ВВП возникает потому что он измеряется в текущих ценах то есть в ценах которые могут быть больше могут быть меньше вот это вот реальный и номинальный так я пока закрою и попытаюсь вот почему нету моей физиономии вот где моя физиономия а а вот и я ребята так вот значит вот здесь вы математики вам наверное будет проще разобраться это вот страница 21 вот здесь пишут что значит предположим что номинальный ВВП вырос в течение года с 200 до 500 миллиардов рублей но за этот период цены выросли в два раза и рубль в этот период обладал покупательной способностью равной половины прежней и можно сказать что ВВП повысился только до 200 миллиардов а не до 500 вы что-нибудь поняли молодцы так вот то есть получается что когда мы берем реальный ВВП то что в среднем за год цены но если цены падают или поднимаются то меняется и реальный ВВП вот например в России с 1990 до 1999 показатели ВВП вырос более чем 7000 раз а цены повысились в 13750 раз таким образом реальный ВВП сократился соответственно также почти в два раза то есть ВВП вырос в 7000 раз а реальный ВВП сократился в два раза из-за номинального ВВП из-за цен которые выросли в течение этого года в два раза больше чем вырос ВВП вот и вообще государство пользуется реальным вот ты простой такой Илья вообще реальный ВВП наверное все-таки в США потому что там наибольшее производство я имею ввиду ВНП еще то есть то что они и в стране и за рубежом производят они считают все это вместе ведь опять же кто санкции вводит на Америку никто не вводит вводят американцы то есть они считают что у них настолько ВВП велик что для них не играет роли если они допустим закроют поставки каких-то товаров с территории России на которую постоянно вводятся заморозят деньги которые Россия вкладывает под проценты в американские бумаги вот так что наверное США хотя США это страна фантиков доллар уже не обеспечен ничем и прошли слухи что Китай стал скупать наличные доллары вот в наше советское время на рубле даже писалось что один рубль равен 0,001 грамма золота то есть тогда все к золоту сейчас же приравнивается не к золоту а ко всему произведенному в стране дома заводы фабрики и так далее вот все что построено и произведено в стране если у американцев 20 триллионный триллионный долг и допустим Китай долги скупает реальные доллары скупает и требует их и возьмет и потребует их обналичить в мире и глупсирование кстати говоря как вы думаете почему тот же самый Китай та же самая Россия Индия не объединяться и не создадут свою валюту разговоры были о том что иену сделать вот вместо доллара я не буду ждать пока вы напишите потому что тогда рухнет вся финансовая система мира и будет финансовый а за ним промышленный гигантский кризис обрушит все в мире американцы это знают поэтому выпендливаются поэтому день и ночь они шлепают доллары вот мы свои суммы сейчас нашлепаем напечатаем там я не знаю нет выгодно иметь свою но опять же если мы наша валюта все равно завязана на долларе и если мы нашлепаем напечатаем еще миллиард сомов у нас просто буха хлеба будет стоить 100 тысяч я в 90-х годах был в Крыму и там как раз вот на Украине пачка сигарет стоила 50 тысяч зарплата учителя была 16 миллионов то есть инфляция была такая огромная что цены выросли до гигантских размеров тогда государство объявляет дефолт и убирает лишние деньги вот американцам это не грозит потому что я повторяю на них на их долларе завязана вся финансовая система мира и вся все ну как бы сказать транзакции все что происходит финансово в мире оно все через доллар идет поэтому они выгодируются хотя в общем-то по-моему Россия Китай Россия Индия уже договорились что между собой они будут не в долларах а в местной валюте все оценивать все это решать вот американцы сразу забегают как я сейчас в ухо всем дам вот они же крутые вот то есть если мы перейдем на другую валюту Америка рукнет как государство буквально в считанные часы вот слушай отвалите от меня со своими этими самыми Америками мы сейчас говорим про ВВП и ВНП вот значит ВВП так же как и ВНП являются исходными материалами для анализа развития экономики страны нет сейчас трудно сказать как у нас в Кыргызстане но вот допустим кризисный 2009 год когда Россия вынуждена была объявить дефолт из-за резкой инфляции там было резкое сокращение ВВП то есть валового внутреннего продукта вот сейчас этот самый в 2010 году кстати вот тоже интересная вещь в 2010 году в условиях роста цен на нефть на мировых рынках ВВП России вырос на 4% а в 15 году снижение резкое снижение цен на нефть привело к снижению ВВП страны на 8,7 в чем проблема России они слишком завязаны на газе и нефти то что они добывают нефть цена падает страна разоряется кстати говоря я не знаю правда нет но говорят что одной из причин падения Советского Союза было то что Америка надавила на нефтедобывающие страны и они опустили цены на нефть до буквально там до 10 долларов там меньше даже до первого десятка долларов за баррель 159 литров стоили там допустим 5-6 и Советский Союз на этом разорился я не знаю правда нет но говорят что это одна из причин Россия сейчас вот Путин пытается как-то перестроить экономику в том чтобы они производили товары и в других отраслях а не только в добывающих но это сложно потому что мир уже поделен те страны которые производят автомобили те страны которые производят не знаю электронику и страны которые покупают это все они уже договорились и уже все распределено и если мы улазим со своими супер автомобилей или супер электроникой допустим та же Россия то это вызовет большие проблемы кто будет покупать но тем не менее Россия должна уйти от добывающей промышленности в производящую а мы Кыргызстан в чем мы производим в чем мы добываем большой вопрос вот поэтому вот нам сложно потому что вся таблица Менделеева которая у нас есть в горах ее очень трудно добыть инфраструктура трудно туда доехать трудно выкопать трудно оттуда вывезти вот поэтому Кыргызстан остается ну извините все-таки достаточно технически малоразвитой страной мы даже себя полностью обеспечить не можем всем что он что необходимо то мы можем все-таки